привет друзья это мы снова в хатсоне сегодня последний день моего пребывания вот видите вон там в стороне я как раз еду в сторону парка в это начало варень стрит центральной улицы не понятно что это тут за здание ну ведь солнышко хорошее правда я одеть потеплее но ничего спина вчера прихватила странно дальше может я купался простудился кто-то был что-то был вот такая погода отличная даже жалко уезжать не то что жалко я уже устал конечно куда тут по этим маленьким городки хотя она является типа как столице округа колумбий столица округа колумбий их не вот это вот канты как это правильно называть по-мински столица их не тут еще десятки других поселков вот их не столица мне удивило вчера что три-четыре школьных автобус разных округов тут это ведь чувствуется столица потому что не может такого бы чтоб все это магазин все такие дорогие все вот это правда вот магазинов это супер вот в нью-йорке все по 3 евро вот тут все начинается 2 евро 4 цента 2 евро вот так вот такие цены в водоакол имеется ввиду а там в нью-йорке любая вот это 3 евро 99 вот так что она идет почему-то вот немножко дешевле тут водоаколу наибольшее на полтора евро или больше да почти 2 евро полтора евро скорее всего дешевле это существенно то есть там вот поэтому деньги быстро уходят в нью-йорке вот здесь ничего не купил в воду сок что-то взял все 10 евро вот там стороны вокзалка то через час я буду туда идти так как есть время мы немножко в парке отметимся моим любимым я взял вот этот маленький магазинчик колу диетическую правда я хотел бы нитро вот колу впервые в америка я вижу что нитро типа как сказать вам такая кола который из натуральных продукт даже одну банку выпил можешь сразу вторую выпить потому что нет вот сахар прикус ничего не это из трав колу нравится больше я бы с удовольствием ее купил бы чем-то диетическим она даже лучше чем диетическое лекарство потому что я не чувствую сахар не чувствует вот это вот как-то я наелся чипсов в гостинице короче восемь часов думаю сейчас тут закроют надо бежать водой как игра в супермаркете ой а чё я сегодня туда а не нашел и не купил вот это интересно короче побежал автозаправочная короче купил при раз две колы две бутылки воды воды я вообще не стал пить хотя все горело внутри хотелось так сильно пить как и ночью уснуть если хочешь сильно пить потому что это чипси то есть был сладко короче такой очень вредный еды наелся потом какая-то была паста ой вот тебя это не ел а может представляешь что дома можно так вкусно приготовить без всяких вот этих чистой пасты из какой-то грунта овощами почему я так и не делал обязательно надо мясо вот это вот такой вот парк никого я рада что никого нету нашим парке любим давайте я буду просто ходить и не сидеть говорить а ходить говорит потому что придется мне сейчас через час 12 часов отходит поезд будем сидеть до нью-йорка ой надо прекращать съемку да съемку тоже постараюсь там тоже немножко снять правда хватит хватит энергии у телефона чтоб отснять кое-какие картинки ну такое это память монументальный память что тут монументальный понятно какая-то девица с сабли девушки или принцесса тут видите вот тут снизу очень просто в месте нет вот это любое пространство занимает гордо холмы где-то дома строят как вот непонятно нет у него свободно вот ведь ведь коскинский выйдет из коскинский горе вот там есть выбор а я в рюкзак напязан на спину больной спиной да погрячился вот сейчас я скамейку займу вот такую ровную сяду какой итоги этой поездки да я пытался найти человека который живущий в этом городе как он себя чувствует его одиночество в прожившем городе маленький маленький городок рядом огромный небоскрой мегаполис нью-йорк вот хотел прочувствовать это прожил несколько дней сам хотя в гостинице но вот то что я хотел написать отслужилось потому что потому что вот столица канты в колумбии округа но я от вам это не путать столицы вашингтонов это федеральный округ колумбия а это просто округ колумбии вот столица город Хатсенхи округа колумбии ну вот такой я почувствовал у ныне одиночество что можно было почувствовать сам почувствовал на себе смотрите везде в парке везде пишут что нельзя курить вот это у них в парках нельзя курить вот это самая странная вещь давайте я быстро пробежусь вот это не буду рассказывать про раскачки москальщики вот просто какой итоги увидим в городе очень много терпеть вот маленький городок я не знаю населения сколько но вряд ли 50 тысяч тут проживает ну вот тут такой вот такой мой вот этот прогноз такой маленький небольшой может быть 30-20 тысяч 25 тысяч но так как она столица очень много таких огромных зданий я так и говорил что чувствую что это столица какого-то штата а это такая столица округа все эти здания которые общественные общественные тут много памятников вот это и церквей очень много вот я насчитал 10 церквей где я проходил вот маленькие большие очень много церквей почти весь город галереи и антиквариат это город антиквариата галереи и церквей и какой-то статус это реально когда выборы президента вот это вот она тебе прийти а потому что перед моим гостиницей в парке был предвыбован вот эти дидим баррид местный консул хотел консул вот как совет местный зайти вот она вот устроил там вот эти вот был я немножко заснял там есть вот такой город компактный маленький молодежь я вообще не увидел только зачем увидеть молодежь тут если рядом йорк как школа оканчивается сразу наверное бегут на него хоть какой колледж хоть какое учреждение но йорк вот такой да кто и единственное можно увидеть молодых пары вот здесь девушки он тут нашел себе девушку женился подженился подружка не подружка вот те которые вот такие семей как бы сказать будущая семья вот это они пары вот пары где-то работают где-то в школе когда учились познакомились вот такие люди остаются люди я если я жил бы в таком городе ни на одну секунду я тут не остался бы рядом в Нью-Йорке представляете двух часа езди вот по этой же реке два часа езди и йорк а вот тут еще имейте ввиду еще другая история рядом почти 28 минутах столица штата тоже даже если у меня нет амбиции поехать в Нью-Йорке я бы в столице штата жил бы я когда ехал в Канаду я приезжал мимо впечатляет доунтаун вы знаете да что такое доунтаун это большие дома небоскребы вот даже оно присутствует доунтау даже река вот эта Брэнс-Саларьер вот этот пригород этот я-то думаю это два города прыгали вот это вот это тоже вот амтракевская станция вот это все поезд все чинно все культурно огромные здания вот чувство что ты столица потому что столица штата Нью-Йорк штат Нью-Йорк очень большой ребята города ну самые знаменитые города Буффалс-Саракуз-Ротчестер вот Хадсон тоже вот Хадсон-Валли вот долина Хадсон тоже вот она под округом Хадсон-Валли получается президентский выбор вот в выборе конгресса что-то вот такое Хадсон-Валли считается вот местное вот что это такое округ вот этот например округ Колумбия вот есть у них такое устройство как бы графство а вот так как бы графство называется по-русски так это графство вот это графство графство Колумбии ну они так по-русски почему-то называют графство а есть еще президентский вот как бы президент сенат конгресс даже губернатор штата да могут избрать тут могут избрать тут а вот сенат конгресс вот это человек должен победить вот Хадсон-Валли вот этот Хадсон-Валли Долина Хадсон-Валли вот в этом большом округе оттуда входит вот этот округ для местных выборов вот такие вещи вот такое быстро прошелся по таким мелочам да я не увидел толпу молодежи не подростков конечно наш век двадцать первые двадцать второго я не знаю двадцать первого по-моему люди сидят по домам по интернетам по чатам конечно такое не увидишь вот видите река и единственная промещенность и то она оказывается какое-то такое унилое знаете да ночью здесь никого не будет прийти сюда просто подумать помечтать я бы вот вылез бы вот такое место где можно вылезть и там бы посидел чем сидеть в этом парке а правда внизу опасно потому что лезная дорога вот специфика вот этого реки с обоих сторон возле реки лезная дорога вот это Амтраковский даже долина вот далеко если посмотреть видно вот эти вагоны а той стороны вообще грузовая по-моему тоже такая же ветка но совсем другую сторону не видно тут вот это то немножко далеке она тоже веточка вот такое даже колу еще не выпил а уже типа как ежога появилась а я кофе пил сегодня утро ну давайте встретимся с вами в Йорке на моем любимом городе а тут ловить что правда каждый день парк 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 еще другие места я не везде снимал потому что мне интересно вам это не будет интересно это такое я пытаюсь это не блог это не это просто пытаюсь для себя вот раньше идиотом был сколько раз ездил по всему миру хотя бы для себя иногда бывает дома сижу и просматриваю чтобы другого в этом месте вот это давайте себе чтобы потом было на что посмотреть вот такой ну давайте пока пока-пока-пока с вами был одинокий вестник из города Хаттенштадт в Йорке я тут был небольшой миссией типа пишу рассказ я хотел это же Гитлангера живет в этом городе я вам потом переехал в Йорке вот я хотел почувствовать его рано детство вот у меня была юностью где он когда-то учился в школе вот вот что было вот такое может даже одну часть этой нет небольшую вот эту историю для этого четыре дня я сидел в городе везде ходил бегал и теперь я знаю примерно как мог себе почувствовать герой живя в таком хотя и большом по меркам но унылом таком непонятно я не знаю вот если не было бы бесконечных магазинчиков ресторанов вот это вот можно было почувствовать что это живет все первые этажи всех зданий занятыми чем-то как-то коммерческие вот это о недвижимости то это дома продают то это ресторанчик то это вот это бургер магазин вот в городе как центральную улицу пройти везде как это шоппинг вот шоппинг центральную улицу типа как и шоппинг но слишком сделано очень много магазинов это знаете когда живешь в таком городе где в центре все запичканы магазином не так интересно вот такое небольшие наблюдения правда я подумал что я погорячился в течение двух дней можно было все это узнать я провел тут 4 дня потому что был заплатен и не дешево почти 700 евро а там за 4 дня ну такой примерно 140 евро проживания в гостинице плюс там посчитайте что питание все вот это расходы дорога почти по 1000 евро сумма вышла 4 дня в маленьком городке а представьте в большом городе где все так дорого все так именно для туристов ну все давай пока пока ребята город Хадсон прощай и скорее всего я больше попытаюсь сюда они вернутся потому что вот здесь четвертый раз я тут бываю в Нью-Йорке уже 7 раз побыл это не надо возвращаться потом на второй день уже уныли сколько-то потом думал зачем приехал зачем вот представляете самолет восемь часов детей это не каждый вытерпит а я живет сейчас 24 октября был уехал сейчас обратно чуть-чуть четвертого ребра выбернулся весь мой отпуск сказать у два потом работать лучше бы я дома посидел занялся полезно давайте пока просто